Урок номер пять. Документы, оборот и работа с поставщиками. Какие документы ходят на кухне? И кто за них отвечает, кто их ведет, какое взаимоотношение шеф-повара и бухгалтера, когда они встречаются, что они должны вместе делать? Нет. И так далее. Сегодня все это мы рассмотрим. Значит, основным документом на кухне для повара является технологическая карта. Технологическая карта составляется шеф-поваром. Очень часто этим занимаются технологи, но мы рассматриваем шеф-повара как человека, который понимает, что такое технологическая карта, понимает, что такое отход, понимает, что такое зачистка, понимает, что такое жарка, уварка и так далее. То есть он может все это сделать самостоятельно. Не надо составлять вот такую вот огромную папку, в которой все-все-все-все-все расписано, для того, чтобы повар, когда, например, что-то забыл, бежал и просто судорожно искал все эти, всю эту информацию в этой огромной папке. Первый документ, который должен быть на кухне, это преп-лист. Что такое преп-лист? Преп-лист это документ, в котором указан полный перечень полуфабрикатов, которые готовятся на кухне. Я акцентирую внимание на то, что именно полуфабрикатов, а не каких-то других продуктов. Например, нарезанный зеленый лук – это не полуфабрикат. Он относится к другому документу. Мы рассматриваем непосредственно то, что проходит либо термическую обработку, либо проходит какое-то маринование, либо варку и так далее. То есть это все бульоны, это вся разборка мяса, это все маринование, это производство пасты, это производство пирогов. То есть абсолютно все то, что готовится. И этот документ должен заполняться вечером на основе остатков, которые снимаются тоже вечером. И человек, который его пишет, он понимает, ага, значит, у нас осталось столько-то порций пирога, значит, на завтра нам нужно делать следующий. Если он видит, что его достаточно, он может, он понимает, а его продается 3-4 порции, у нас осталось 12, нам нет смысла на завтра его делать и так далее. Все это делается индивидуально, и человек, который его составляет, он должен иметь четкое представление о том, сколько чего продается. Как правило, это шеф-повар либо су-шеф, и он в этом плане держит коммуникацию с бухгалтером, который по его просьбе может распечатать ему абсолютно любые данные по продажному дню. Причем очень часто программы позволяют сделать это в действительно удобном для шеф-повара виде. Отдельно по разделам, либо четко по холодному процессу, либо ему, например, нужны только десерты, либо количество проданных супов именно таких и так далее. Это уже коммуникация шеф-повара с бухгалтером. Второй документ, который есть на кухне, это mise en place. Mise en place дословно с французского переводится как типа что-то все на своем месте или как-то так. И этот документ действительно является квинтэссенцией успешной работы кухни. Mise en place распространяется на одну станцию. Имеется в виду не на весь процесс, потому что на процессе, например, холодном, может быть несколько станций. Станция, допустим, салатов, станция спринг-роллов, станция суши и так далее. Но mise en place распространяется на одного человека. Как это? Человек, который стоит сегодня и четко делает только салаты. У него есть свой холодильник, у него есть свой складской холодильник, у него есть там свой стол, и он на нем работает. У него должен быть один mise en place. В этом mise en place должны быть указаны все ингредиенты, включая полуфабрикаты, соль, лук, соус, воду, все, 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 вообще все, что только нужно для того, чтобы выдать блюдо. То есть человек приходит утром на смену, у него есть его документ. Он проходится по нему от первого до последнего пункта. Это значит, что он достает все из холодильников, он все проверяет, пробует и пишет себе, что ему осталось для того, чтобы открыть смену. То есть чтобы его станция была готова к работе. Если его станция готова к работе, и он действительно тщательно проверил весь mise en place, то это значит, что на протяжении нескольких часов, а мы, возможно, целого дня, он будет работать, стоять на своем месте и бесперебойно выдавать заказы, потому что он в начале дня все проверил. Этот документ не является преп-листом. В этом документе есть, помимо полуфабрикатов, также простые продукты. Этот документ распространяется только на станцию, только на повара, который стоит непосредственно на ней. Преп-лист ведется человеком, либо старшим смены, либо су-шефом. Документ повара – это бизентлас. Точно так же на станции, например, супов у человека, который приходит на смену, у него есть четкое количество его полуфабрикатов и продуктов, такие как бульоны, мясо, лапша, например, все то, что идет в суп, включая соль, включая перец, абсолютно все. То есть и не надо пренебрегать такими вещами, потому что в момент работы, когда будет много-много заказов, и, например, когда что-то было непроверено, и этого нет на станции, это сразу же замедлит выдачу этого блюда, и тем самым может сказаться негативно на впечатлении гостя. Также на заготовочном процессе должен быть такой документ, как… ну, по сути, это технологическая карта. Я в своих ресторанах требую от поваров, чтобы они знали все технологии наизусть. И потому что расписывать, и каждый раз возвращаться, и читать эту технологию, все равно вы знаете, что каждый читает по-разному. Очень часто люди читают, и читают вообще не то, хотя они читают то же самое, что только что прошли вы. Поэтому самый лучший способ дать повару запомнить что-то, это приготовить это вместе с ним, а потом его руками это приготовить. То есть сначала готовите вы, он смотрит, потом готовит повар, а вы смотрите… Я сейчас представил, что выше повара, если что. И потом вы просто… он готовит сам, и вы пробуете то, что он приготовил, и понимаете, это то или не то. И, как правило, на заготовке, например, у меня висит один листик А4, в котором написаны все полуфабрикаты, и они четко расписаны на какой-то определенный выход. Например, если это мясо, то там есть четко сколько чего нужно на мариновании, например, 1 килограмма разобранного говяжьего антрикота. И все, что нужно повару, это разобрать антрикот, который сегодня приехал, поставить его на весы, увидеть цифру 13,7, и просто эту карточку умножить на 13,7. То есть повар не должен считать, сначала что-то делить, потом умножать и все остальное. Он должен сделать с этой карточкой одно действие. И, например, такие вещи, как бульоны, хумус или что-то подобное, для каждой шеф-повар знает, что для его ресторана очень удобно, когда эта заготовка готовится один раз, например, в два дня, это один раз в три дня, это каждый день. И не обязательно эта заготовка может быть связана с технологической картой, с картой количественно, имеется в виду килограммами либо литрами. Она может связана быть гастроемкостями. Например, мне нужно четко на два дня две гастроемкости. И не обязательно писать, что в этой гастроемкости 1,2 килограмма. То есть можно написать, что на две гастроемкости нужно столько. Это является одной закладкой. Самый главный мой посыл – это то, что повара, стоя на процессе, они должны готовить, и если им нужно что-то посчитать, они должны сделать только одно действие для того, чтобы снизить возможность того, что они могут ошибиться. Еще раз перечислю. Все документы, которые есть на кухне непосредственно для работы поваров, это Misenplus, это PrepList, это технологические карты, которые являются собой таблицу, в которой есть полный список полуфабрикатов, их ингредиенты и выход, для того, чтобы можно было четко понять, сколько чего готовить. По взаимоотношениям шеф-повара и бухгалтера немножко по-другому, потому что в программе, в которой вы будете работать, в программе нужно четко забивать брут-то, нет-то, все это разбивать повара. Поварам, например, не обязательно знать, сколько, например, отход вот у этого продукта. Его нужно с ними проработать, показать им, как зачищать, для того, чтобы, если у них возникнет вопрос, срезать ли вот это, сказать, да, это срезать, или это не срезать. Но они не всегда могут знать, например, что у этого 15%, и им это не нужно знать. Потому что, когда они начнут пересчитывать, они могут просто посчитать не то, ошибиться, и в итоге сделать маринада меньше, чем надо, либо больше, чем надо. Поэтому в картах для поваров я рекомендую, если вы хотите, чтобы они начинали заготовку с первичного сырья, например, для того, чтобы приготовить этот карамелизированный лук, вам нужно взять 1 кг именно сырого лука. То есть сурово имеется в виду нечищенного. Либо вы хотите, чтобы они брали чищенный и взвешивали уже его. Тут уже, скажем так, решает шеф-повар. Но у бухгалтера должно быть забито то число, которое пришло. То есть лук, если он приходит нечищенный, значит, там должен быть забит нечищенный лук. Если приходит масло, например, в бутылках по 5 литров, но вы должны понимать, его ставить там на приход в килограммах либо в литрах, потому что объем масла абсолютно не равен весу масла. И очень много, когда я приезжаю в разные города и меня просят помочь, я смотрю на технологические карты, смотрю на соответствие их бухгалтерским программам, и меня спрашивают, блин, у нас такой минус. Я говорю, ну, конечно, у вас тут это в литрах, а это в килограммах. Как бы вы умножаете котлеты на стаканы, и вот у вас и получается то, что получается. По поводу поставщиков и по поводу того, сколько заказывать продуктов. Вы должны четко определиться, какой график поставок вас устраивает, потому что, может быть, вы можете позволить себе поставщиков каждый день, и у вас достаточно паров для того, чтобы разбирать мясо или морепродукты каждый день. Вы работаете только на свежих продуктах. Конечно, вы не всегда можете позволить себе закупку один раз в неделю, и поэтому вы работаете с поставщиками, которые возят вам это каждый день. Не рекомендую забивать склад под завязку, потому что очень часто бывает такое, что повара закажут столько всего, а оно будет продаваться два месяца. Это просто замороженные деньги, которых не должно быть. Продуктов должно хватать от одной закупки до следующей с каким-то небольшим запасом на непредвиденную посадку. Если это какие-то сухие специи, либо это лапша, которая приходит в сухом виде, либо это какие-то соусы, например, для азиатской кухни готовые, то их можно заказывать чуть больше, потому что, как правило, поставщики дают хорошую цену, если вы заказываете от какого-то объема. Лапша не портится, рис не портится, если его правильно хранить, соусы, специи тоже не портятся, поэтому заказать их один раз, например, на две недели считается абсолютно нормальным. Либо то, как я говорил про мясо, которое вам очень нравится, вы не можете найти такого мяса у вас в магазине, вам приходится заказывать его у какого-то завода, но завод дает вам минимальную сумму, на которую вы должны заказать. В таком случае, да, вы можете купить больше, но во всех остальных случаях я рекомендую жить от закупки до закупки. Во-первых, это упрощает просчет, и очень часто бухгалтер может вам сказать, что, блин, я проходила, смотрела на складе, там стоит столько вот этого, а у меня по программе его вообще не должно быть. Давай мы, наверное, с тобой посмотрим карточку, потому что что-то здесь не так. То есть это тоже может помочь вам потом в процессе учета, переучета и так далее. По поводу поставщиков. Поставщиков, конечно, лучше выбирать хороших и договариваться. Чем больше вы берете у одного поставщика, тем больше шанса, что он даст вам хорошую цену на каждый продукт, потому что вы берете много, поставщик понимает, ага, я буду поставлять ему два раза в неделю, я поставляю ему на такую-то сумму, и его это устраивает, и он готов идти вам навстречу. Потому что если вы заказываете один продукт у того, один у того, и у вас 44 поставщика, скорее всего, хорошую цену вы не получите. Поэтому очень классно заказывать, например, овощи у одного, либо овощи и фрукты у одного, мясо у другого, морепродукты у третьего, и тем самым вы всегда выиграете. А, во-первых, они предоставят вам сертификаты о том, что их продукция сертифицирована, с ней все в порядке, и любые проверяющие органы, когда придут, вы сможете всегда показать, да, мы покупаем это вот здесь, вот, посмотрите, у нас есть все документы. Но в то же время не следует исключать из штата такую единицу, как закупщик. Закупщик – это человек, который всегда сможет вас выручить, если есть какая-то непредвиденная ситуация. Например, у поставщика нет сегодня вашего ключевого продукта, вот у него есть какой-то сбой, и ему на склад не приехал авокадо. Вы понимаете, что у вас завтрак, и вам нужно открываться, а поставщик завтра его не привезет, он вас предупредил. В этом случае лучше всего иметь в штате закупщика, который работает два раза в неделю и привозит вам, ну, он может привозить вам какие-то вещи, которых нет у поставщиков, например, которые можно покупать только на рынке. Это специфики, специфические продукты. И в то же время он может вас выручить, когда кто-то что-то не привез. Но точно так же можно, ничего в этом постыдного нет, если вы понимаете, что вам на сегодня очень срочно нужен айсберг. Он у вас закончился, и поставщика сегодня не будет, а закупщик уехал к маме. Ничего страшного, если кто-то из поваров, либо тот, кому делегирует шеф-повар, сходить, либо сам шеф-повар сходит и купит в магазине на сегодня, например, этого айсберга. Это абсолютно нормально. Ставить на стоп половину меню или треть меню салатов из-за того, что видеть или нет айсберга, но это тупо. Также у меня есть несколько вопросов популярных, которые люди задают и которые мы не затронули в наших блоках. Я сейчас буду на них отвечать. Значит, первый, это огород микрогрин. Когда актуально выращивать что-то самим и строить свой огород и так далее. Если вы придерживаетесь концепта локальности, сезонности, вы имеете возможность, то есть у вас есть человек, который действительно может что-то выращивать и у вас есть земля, на которой это можно выращивать, то в принципе это классно, когда вы будете кричать и говорить о том, что в вашем ресторане вы используете только свои помидоры, только свой айсберг и так далее. Но очень часто ваш оборот настолько велик, а ваш огород так мал, что вы все равно не сможете покрыть 100% своими помидорами и своими огурцами я не знаю ваш ресторан. Поэтому вы соберете все со своего огорода, потом начнете закупать их у поставщика и получится, что вы на самом деле обманываете. Очень такая концепция работает тогда, когда у вас есть небольшой ресторан на 15-20 посадок, который работает 4 дня в неделю, он находится за городом и он работает там с 6 до 5. В таком случае, да, есть шеф, который там, к которому приходят на его шефский ужин и он лично занимается огородом, это уже больше про fine dining, нежели про обычный ресторанный концепт. Выращивать микрогрин на полке, если выделить для этого места и человека, который будет за этим следить, абсолютно нормально. Но в то же время вы должны понимать, что когда вы что-то производите, вы должны следить за тем, чтобы это было постоянного качества. Потому что очень часто то, что мы видим в магазинах, тот же микрогрин, мы всегда понимаем, что он хороший, он свежий, с ним все прекрасно. Очень часто люди, которые начинают заниматься чем-то вроде выращивания микрогрин, они начинают, все классно, но потом они это бросают, потому что то в штате недостаточно денег для того, чтобы покрыть человека, который будет за этим всем ухаживать, они начинают нагружать поваров, теперь ты должен делать это. Он говорит, я раньше этого не делал, сейчас я этого делать не буду. Поэтому лучше, если у вас есть бюджет, если у вас есть силы и у людей есть желание, да, это можно делать. Но в другом случае лучше, конечно же, работать просто с хорошими, качественными поставщиками. Второй вопрос, это кейтеринги и уличная еда. Я к этому отношусь достаточно позитивно, но, наверное, не с точки зрения заработка, а с точки зрения рекламы. Потому что, если вы знаете, что будет проходить какое-то мероприятие, и вы знаете, что там будет действительно какая-то классная публика, и вы в этом уверены, то тогда в качестве рекламы и промоушена своего продукта, какого-то якорного, действительно, можно там встать стендом, но не делать ни в коем случае из этого, не делать цель заработать кучу денег. Лучше не заработать ничего или выйти в какой-то чуть-чуть плюс, может быть, даже чуть-чуть минус, но в то же время вы прорекламируетесь. Те люди, которые о вас не знали, они о вас узнают, и плюс, если у вас еще будет вкусно, а у вас должно быть вкусно, то они еще придут к вам в ресторан. То есть вы сделаете, скажем так, такое вложение, которое, по сути, вам ничего не стоило. Поэтому я за. Что касается кейтерингов, нужно четко понимать, какие позиции меню могут идти на кейтеринг, и под кейтерингом подразумевается, что какая-то часть ваших поваров поедет туда. Вы должны понять, достаточно ли у вас штата, для того, чтобы не закрывать ресторан и ехать на кейтеринг. То есть кейтеринг работает тогда, когда людей достаточно для того, чтобы его обслуживать. В этом случае, в принципе, норм. Пес-френдли, док-френдли, да, почему нет? Если это ресторан, и вы позиционируете как его, как абсолютно средний класс, как заведение с френдли сервисом, когда туда могут, это семейное кафе, туда приходят люди, с семьями, с детьми, конечно же, они могут привезти собаку, то в этом случае это абсолютно нормально. Я, в принципе, даже это поддерживаю. Я люблю животных, но тогда нужно предусмотреть то, что в вашем ресторане должно быть что-то, ну, чтобы этот, типа, пэц-френдли сервис предоставлять. То есть у вас должны быть несколько мисок для воды, для собак, и, может быть, даже очень часто бывает такое, что спрашивают, а есть ли у вас какое-то там меню для животных? Конечно же, меню для животных нет, но может быть какие-то, какое-то мясо, допустим, потому что у нас был такой опыт, когда мы всегда, у нас было мясо, которое мы держали уже нарезанное, замороженное в вакуумных пакетах, и когда у нас был гость, который действительно постоянно приходил, и он хотел, чтобы мы накормили его собаку, и мы реально доставали этот вакуумный пакет, мясо моментально быстро размораживалось, его собака ела, и он был безумно доволен, и этот гость сходит к нам до сих пор, постоянно, поэтому это уже исключительно на ваше усмотрение, но плохого в этом на самом деле ничего нет. То, что волнует всех шеф-поваров и поваров на кухне, это детское меню. Должно ли оно быть? Если к вам приходят огромное количество людей с детьми, то, конечно же, у вас должны быть позиции для того, чтобы детям было что есть, потому что разрешать людям приносить с собой еду в ваш ресторан, даже детскую, но это ненормально. Поэтому, если вы не хотите потерять этих гостей, то самое минимальное вложение будет просто создать несколько позиций, которые любят дети. Что это может быть? Конечно, все дети любят, все мамы хотят, чтобы дети ели паровые котлетки с пюре, а все дети хотят есть картошку фри. Поэтому, вы должны придумать что-то такое, что будет интересно и детям, и что будет непроблематично готовить поварам, потому что в момент пиковой нагрузки повара стоят и занимаются основным меню, и тут выходит какое-то блюдо, которое нужно прямо сейчас готовить из-под ножа, все бросать. Нет. Детское меню должно быть настолько простым и настолько понятным детям, чтобы его можно было хоть и разово или двухразово в день, но приготовить, и ребенок очень долго не ждал, потому что очень часто родители начинают переживать, что их еда пришла раньше, чем еда ребенку. Что касается спецзаказов, такие моменты происходят не часто, но они периодически происходят, и на самом деле решение принимать этот заказ или не принимать может только шеф-повар. Есть разные ситуации, например, когда человек хочет супер прожаренный стейк, либо человек говорит, я вот хочу, чтобы из этого салата убрать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вместо него положить вот это, вот это, вот это. Я как шеф-повар скажу, что это все очень индивидуально, и если, например, меня попросят приготовить что-нибудь, чего нет в меню, если мы говорим конкретно про ресторан Тин-Тин, я этого делать не буду, потому что, ну, потому что это ломает работу кухни, и у нас есть четкое меню, по которому мы готовим. У меня сразу складывается вопрос, зачем человек пришел в мой ресторан, если он не хочет есть то, что у меня в меню. Для меня это сразу становится странным. Если человек говорит, например, можно, пожалуйста, вот это блюдо, я очень его люблю, но у меня есть аллергия на этот продукт, можно его убрать? Конечно же, я скажу, да, без проблем, но просто говорю вам, что это блюдо будет совсем, вы будете воспринимать его совсем по-другому, нежели как я бы хотел, чтобы вы его попробовали. Если вы готовы, да, конечно, это без проблем. И еще раз повторюсь, что это сугубо индивидуально, и удовлетворив какую-то минимальную спецпотребность госта, если она действительно не противоречит вашим стандартам, вашего заведения, которые вы позиционируете как супервысокие, и это не повлияет на работу кухни, на ее ритм, то в принципе в этом нет ничего плохого, потому что человек, который к вам пришел, он в принципе у вас есть, но сегодня у него какая-то, например, спецситуация, и он не может сейчас есть это. И если вы ему даже здесь пойдете на уступку и сделаете приятно, там, уберете какой-то ингредиент, либо наоборот добавите, но без какого-то суперразбора и сбора обратно этого блюда, я думаю, что он уйдет максимально довольным и возможно даже напишет хороший отзыв и вам это сыграет только на руку. Но, конечно же, каждый день 45 гостей из 100, которые приходят и четко диктуют свои правила, наверное, это совсем не лучший вариант. Что касается специальных мероприятий, таких как, ну, в общем, когда приходит компания людей или человек и говорит, я очень хочу провести у вас корпоратив, я хочу закрыть ресторан. В принципе, в этом нет ничего плохого, но вы, как люди, которые владеют этим рестораном, которые, с какой-то стороны, несут ответственность перед теми гостями, которые к вам ходят каждый день, вы должны сделать максимальную популяризацию новости о том, что ваш ресторан в такой-то день будет закрыт. Для того, чтобы люди, которые ходят к вам постоянно, для них не было неприятной, скажем так, новостью, когда они придут, а им скажут, сорян, мы закрыты и так далее. Понятное дело, что есть люди, которые не читают Facebook, не читают Instagram и все остальное. Несколько людей, которые придут к вам, да, они могут немного расстроиться. Но, если вы сделаете все правильно и во всех соцсетях объявите о том, что в этот день и желательно, чтобы это не было за два часа до того, как ресторан закроется, что вы его закроете на спецобслуживание, вы действительно напишите об этом, раструбите и тем самым вы себя обезопасите от возможной негативной критики в ваш адрес. Но в то же время не надо этим злоупотреблять. Если у вас так много желающих, которые хотят провести в вашем ресторане именно какой-то какой-то банкет или что-то подобное мероприятие, блин, рядышком снимите помещение, сделайте банкетку и закрывайте ее. Сделайте специальный зал для того, чтобы проводить в нем банкеты, если действительно в этом есть такая необходимость. Что касается фильмов или программ, которые рассказывают про работу на кухне, я думаю, что на самом деле в последнее время многим людям и гостям, которые ходят в заведение, стало интересно, как все-таки на кухнях работают люди, что они делают, каков их график и так далее. И в принципе есть несколько интересных фильмов и сериалов. Это очень много этих программ на Нетфликсе, такие как Chef's Table. Несколько сезонов уже выпущено, по-моему, четыре или пять. И в каждом выпуске в сезоне рассказывается про какого-то конкретного шефа и про его особенную историю, про его ресторан и про то, какая у него философия его кухни. Также есть очень классное шоу тоже на Нетфликсе, которое вышло полгода назад примерно, это Final Table. Мне кажется, это единственное адекватное кулинарное шоу, именно единственное, в котором действительно сражаются шеф-повара и они сражаются по абсолютно понятным и, скажем так, непредвзятым правилам. Когда они работают в парах, их судят топовые мировые шеф-повара, то есть шеф-повара готовят для шеф-поваров. Да, там приглашают каких-то, в зависимости от того, какая тематика выпуска, например, если это Мексика или Италия, приглашают каких-то трех известных знаменитостей, именно которые связаны с этой страной, которые выбирают тех, кто пройдет дальше. Но финальное слово говорят именно профессиональный шеф-повара. И действительно то, если вы хотите увидеть, как это происходит в каких-то критических условиях, когда человеку сказали, нужно вот резко сделать вот так, вот так и вот так, придумать что-то вот сейчас в этой ситуации, то интересно будет посмотреть именно эту программу и понять, как же мыслит шеф, у которого очень большой опыт в критической ситуации. По поводу художественных фильмов, про шефов, они, конечно же, все очень художественные, но самый, наверное, художественный фильм из нехудожественных, нехудожественный фильм из художественных, не знаю, может быть, шеф-повар на колесах, это же фильм про Рой Чоя, парня, который работал в мишленовских ресторанах, а потом ушел оттуда и открыл свой вагончик и начал в нем готовить простую, понятную еду. И эта история реальная, в принципе, достаточно интересная. Также на Нетфликсе, короче, на Нетфликсе вообще все программы, они очень сильно углубились в тему кухни, потому что они поняли, что это действительно очень интересно. И последняя программа, которую они сделали, это Flavorful Origins, это программа, которая рассказывает про кулинарные традиции определенных регионов Китая. Сейчас уже есть две серии, два сезона точнее. И есть такая программа, которая называется Taco Chronicles. Это тоже пока что вышел один сезон, но там рассказывают про мексиканскую кухню, в частности, про тако и как она формировалась, кто ее привозил, кто ее ставил и как она себя чувствует на данный момент. То есть, если вы хотите посмотреть то, что смотрят повара, то, наверное, это топ. Продолжение следует... Продолжение следует...